Еще раз поздравляю вас с началом. Открытие нового факультета космической вселенской лингвистики. Вы у нас межпланетарные лингвисты, будущее поколение. Надеюсь, из вас получатся хорошие специалисты. Первым делом, как всегда, мы начнем лекцию с магической работы, с настройки с группой. Для того, чтобы заложить информацию, все знания, которые я вам передаю, в виде магии и также в подсознании. Потому что я с разными людьми в группе работаю, отдельно и лично с каждым, для более корректного передачи того учения, которое я здесь вам рассказываю. Значит, вам для начала нужно расслабиться, представить друг друга как единое поле, настроиться на экран монитора. И сейчас буквально я включу опять же медитативную музычку, проведу небольшую энерго работу для передачи знаний непосредственно через подсознание. Чтобы с вами начали уже работать высшие силы, ваши покровители-наставники, обучать вас во сне, в других измерениях. И помимо моих лекций, полноценное обучение проходило у вас на всех фронтах. Так, настраиваемся. Я посмотрю заодно, что за группой. Работать я буду с магическими кристаллами, как обычно. Здесь очень бобли. Ну ладно. Настроимся все на меня и принимаем энергии, которые от меня сходят. Так, надо чуть-чуть. Пока паузу поставим, не получится. Но пока музыку, ну ладно, потом. Если что, включу. Так, молодцы, подготовились. Да. А то нет. Готово. А то нет. Продолжение следует... На удивление, в магии и лингвистике во многом участвуют на самом деле больше магические существа и индейцы других измерений, я их так называю. Во многом майамские индейцы у нас будут участвовать, индейцы майя, их духи в нашем с вами обучении лингвистики. И уже на связь выходили несколько. Сейчас я расскажу немного информации о том, с кем мы с вами будем работать. У нас информация об индейцах майя достаточно искаженная, ну как сказать не искаженная, она скорее запечатана и связана с многим негативом. Потому что согласно истории, в свое время за противостояние рас индейцы майя, конечно, опустились до такого кровожадного уровня. И убийств и так далее, и жертвоприношений. Поэтому в нашей генетике записано очень много страшных моментов с ними связанных. Но изначально цивилизация была немного другой направленности, и знание и мудрость имеют немного другое направление. Поэтому вскрытие знания древнего языка, языка говорения идет именно через них. И скорее всего у каждого из вас в подсознании будет блок, связанный с их агрессивностью, как запись, как пропись. Поэтому мы будем с вами раскрывать именно эту блокировку в подсознании, которая ассоциируется с жестокостью и кровожадностью. И за ее основанием как раз таки лежат знания о говорении, слышании единого языка вселенной. За вот этой блокировкой. Поэтому в процессе обучения мы с вами будем этот блок проходить. И он скорее всего у вас будет раскрываться и распечатываться. Может это проявляться так, что какие-то там страшные накаты будут. Ну скорее вот эти страхи, знаете, будут выходить в подсознании прописи, какая может быть там жестокость. Оно вот выходит иногда. Но в принципе там ничего такого не будет. Единственное, вам нужно будет от этого очиститься, освободиться. Потому что для того, чтобы открыть канал лингвистики, языковой канал, нужно вычистить вот эту всю информацию, которая его засоряет. Ну соответственно мы с вами пройдемся по этим всем кровавым прошлым нашей расы. Видимо с чем-то связана история с тем, как проклятие опустили на человеческий род. Потому что когда человеческий род был проклят, после этого и перестали говорить на языке вселенной, слышать Бога перестали люди, перестали как бы понимать друг друга. И вот как Вавилонская башня там в Библии писалась, короче, все заговорили на разных языках, не смогли соединиться с небом. Там они башню до неба строили до богов, чтобы связь с Богом была. Вот если это имеет правду, корнями уходит, наверное, все-таки в историю Древних Майя, потому что проклятие индейцы нам дали. Именно человеческому роду, белых ариев их прокляли. Но, кстати, насколько мне известно, корни майянских индейцев ближе к марсианам лежат, поэтому они тоже пришельцы. Но одна из подвидов рас. Правда, более подробную историю я не знаю, поэтому точно это так было или нет, до конца мне непонятно. Но по логике уже можно к этому подойти, потому что если проклятие снимается с них, то явно они его и накладывали. Вот от кого снимается. Поэтому, ребята, мы с вами будем окунаться в эти индейские прошлые. Майянские индейцы, индейцы космоса, и в первую очередь индейцы Америки, древние индейцы Америки. Они же потомки Древних Майя, те же потомки Древних Ацтеков. Первично именно эти индейцы являются как шаманы, носители знаний, связи со Вселенной и космической магией владели. Именно они до сегодняшнего дня до сих пор единственными хранителями магии космоса, связи со Вселенной, различных способностей в перемещении, путешествии в космосе владеют именно только этот подвид индейцев, я не знаю, как сказать, подвид шаманов, если мы их разделим, потому что все индейцы, они как хранители планеты, обладают разными шаманскими знаниями. И даже сейчас обратиться за знаниями космоса и Вселенной можем только к ним, в том числе Майянский календарь, который видоизменяет время и пространство, меняет его в другой направленности. Мы там можем получать информацию о том, как можно трансформировать свое сознание для перемещения в другое измерение. По сути, движение времени — это то, как мы воспринимаем мерность. Если у нас движение времени искажено внутри, то измерение меняется. И до такого глубокого уровня, как перемещение в пространстве, во времени, они владели этими знаниями через Майянский календарь. Просто-напросто, казалось бы, вроде календарь, который говорит нам о времени, не о датах, но он говорит о гораздо более глубоких трансформациях. И начиная с самой глобальной связью со Вселенной, с Богом, с космосом, ну и, конечно же, разговор на различных Вселенских языках и умение говорить на языке Матери Вселенной, так я его называю. Поэтому мы с вами, ребята, будем в этом факультете работать конкретно с шаманскими индийскими практиками. В большинстве своем, конечно, не полностью всегда. И, разумеется, у нас разные лекции посвящены разным тематикам. В том числе у нас с вами есть телепатическая лекция по изучению телепатии, общения с космическими существами, с инопланетянами отдельно. И, конечно, там у нас будет, наверное, они на контакт придут, кто-нибудь, кто с нами желает пообщаться. Но корнем всего является центральное проклятие человеческого рода, происходящее от индейцев майя, ацтеков. Поэтому мы всегда будем его касаться. При попытке открыть лингвистический канал, связи со Вселенной, разговорный единый язык, мы все равно с вами будем на них опираться, так или иначе. Поэтому, ребята, подготовьтесь к тому, что у всех из вас по-разному будут всплывать эти воспоминания, которые у нас в генетике записаны в роду, как они там жертвоприношения делали, издевались. Ну, в общем, мои кровожадные дети. Но как мне приходила информация в последний раз, когда я с ними связывалась, они говорили, что мы защищаем богов, мы защитники богов и всего божественного. То есть когда идет искажение божественной природы, они не скупятся на принятие мер по защите, как говорится. И были даже у меня моменты, когда меня тоже тут мочат постоянно. И когда коснулись ангелов-хранителей моих, тут убивать начали ангельскую структуру, ацтеки вышли на защиту, это было удивительно. Причем они такие реально жестоко кровожадные, но они какие-то очень однозначные ребята. И они сказали, что матрица богов-хранителей была создана белыми создателями. Никто не имеет права и разрушать, ни на каком основании. И им плевать там, кто что говорит. То есть для них это даже не вопрос защиты меня или кого-то, а защиты той системы, которая была божественно создана. Соответственно, они, конечно, пошли в разнос набивать лиса там и резать всех ножами. Но вот такие они ребята. Но тем не менее, в некоторых структурах все-таки у них, видимо, они служат богам. Причем абсолютно без, как сказать, беспристрастно, абсолютно преданная. Ну, преданность такая, преданность, полноценная, полногранная преданность. Вот поэтому, ребята, вы должны настроиться на тот момент, что могут всплывать различные образы и к этому гармонично относиться, что вот, да, через их канал у нас все это может пойти. Так. Сейчас я посмотрю. Тут с техномагией еще сотрудничают параллельно, я уже говорю. Они меня все учат больше и больше. Я уже, да, техномагии там научусь супер-пупер-трюком начала создавать тела Меркаба. Я не знаю, как они называются. Тела Меркаба, наверное, очень похожи просто-напросто. Может, конечно, я ошибаюсь, но мне показывают, как они создаются. Так, все. Сотфель, кристалл, запустили, я готова. Все. И теперь группу посмотрим. Так, да, с вами будут сотрудничать теперь духи покровителя через майамское начало. Не знаю, в каждом из нас можно так это сказать. Майамское, наверное, все-таки марсианские корни, генетика именно марсианская здесь в основе всего лежит. И через это будет у вас совмещение с вашим центральным каналом лингвистическим, общение со Вселенной и разговором. Так, сейчас я приглашу всех существ. Сюда к нам и матунитян. Как я уже говорила раньше, я теперь на свои лекции приглашаю не только людей. И у нас будут слушатели с разных точек мироздания. Мало ли кому тоже интересно, как люди справляются с проблемами проклятий. Хотим вот у нас смотреть, что же делают люди в этот момент. Какие у человечества задумки. Так, ну вот. Готово. Так, некоторые из вас в своем подсознании создадут комнатки для слушания. Кто общается из вас с инопланетянами, с другими существами, они сейчас придут послушать, кто хочет. Поэтому вы не удивляйтесь, если кто-то рядом с вами сидеть будет и слушать лекции. Потому что они через ваши порталы ходят. Но это ваши именно, товарищи, не мои. А кто-то там через вас. Ну, пусть они приходят тогда и слушают через ваши порталы. Так, мы им откроем. Все, доступ и решение готово. Так. Все, знание готово. Так. Ну и начинаем с вами сегодняшнюю нашу первую лекцию. Так получилось, что у нас, видите, немножко прервется наше с вами обучение лингвистики. Потому что завтра у нас предстоит лекция на тему магии змей. Борьба с магией змей. Очень важная информация, к которой мы так долго стремились. Поэтому завтра у нас не будет лингвистической лекции. Я, конечно, обычно в обучении провожу две лекции. Даю домашнее задание на неделю. Но вот в этот раз у нас будет домашнее задание на неделю более простого плана. Но я бы хотела, чтобы вы к этому ответственнее отнеслись. Потому что сегодняшняя лекция у нас с вами базового характера. Первичные понятия о том, что такое лингвистика. Разговор со Вселенной. Как это работает. И в чем основная суть вообще вселенских лингвистов. То есть, по большому счету, мы поговорим про психологию и духовность. Потому что у любого учения есть духовные основания. И я много раз учила в своих лекциях, что без духовности вы никакую практику не выполните полноценную. Проблема всех этих йог и прочих физических практик заключается в том, что нет целостности в них. Не объясняется духовная центральная подоплека всего этого. Зачем? Почему? К чему? Если человек не понимает центробежную силу, вокруг чего вращаются эти практики, к чему они ведут, какова их центральная цель, то он теряет суть. И в итоге его легко ввести в заблуждение. И впоследствии он не исполняет практики так, как надо. И правильное учение, конечно, учителей, которые проводят обучение в храмах, они первичны, я много раз это говорила, еще раз повторюсь, для новеньких, они первичны. Года два-три с начала человека просто гоняют по базовым жизненным понятиям. Вот пока он человеком не станет, потом только ему дается знание. Это делается не потому, что там даже сбить гордыню, там это вопрос второй. Делается это потому, что в основном человек не готов воспринять информацию, пока у него нет фундаментальной базы некой. Если сказать ту же самую информацию в отсутствии фундаментальной базы, это будет ничто практически. И таким образом легко вас ввести в заблуждение. А люди недооценивают почему-то фундаментальную базу, они считают, что это нечто незначимое, и что давайте быстрые практики и техники, но не понимают, что без нее они-то работать и не будут. Это как ключик, понимаете? Вот есть ключ, а есть куча дверей. Вам вот дадут две все двери, но без ключа-то вы их не откройте. Вот фундаментальная база это ключ. Ключ это центральное понимание того, что вы вообще делаете, чем вы занимаетесь и что это за фигня, чему она ведет. Соответственно, ключ нам необходим для того, чтобы все практики последующие наши работали, и для того, чтобы мы могли завести сам механизм работы с этими энергиями. Вот сегодняшняя лекция у нас ключевая лекция. Это лекция ключ ко всем остальным практикам. Можно сказать, что любые практики, они состоят из двух составляющих. Это ключ и дверь. То есть вам даются практики и вам дается базовое понимание. Без практик базовое понимание не работает, а без базового понимания практики не работают. И видите, что тут? Как бы палка двух концов. И вот везде либо базу, либо практики, но никогда это не совмещает. Поэтому, ребята, конечно, я во всех своих работах всегда начинаю с базовых понятий, потом подходим к практике. Последующие лекции у нас будут посвящены таким темам, как телепатия, язык сновидения, писание знаков. Это уже практики. Но сегодняшняя у нас главная лекция, основополагающая ее, желательно так философски понять, переживать, пережить в себе, как-то осознать, для того, чтобы в будущем вы могли гармонично работать. Значит, практики, которые я вам дам в конце сегодняшней лекции, они также предназначены для того, чтобы вы могли в последующем более грамотно войти в материал имеющихся наших с вами тем. Начнем с понимания, что такое лингвистика в плане того, что мы называем умение слышать Вселенную и разговаривать со Вселенной. То есть начнем с этого понимания, кто такие люди лингвисты и как этот процесс работает. Значит, в первую очередь люди, которые обладают знанием о Вселенской лингвистике, так вот мы будем говорить, это понятие я ввела, но будем называть. Это люди, которые обладают видением и слышанием. Очень многие из вас стремятся к видению и слышанию в понимании, там видеть картинки и образы. Но вы не понимаете, что видение картинок не есть настоящее видение. Настоящее видение – это умение понимать, как все устроено на самом деле. Грубо говоря, если вам показать, как два человека ссорятся между собой, вы увидите картинку, вот ссора, вы увидите, как они поругались. Но если вам показать ситуацию, как они там поженились, вместе любили друг друга, потом, короче, там у них начали портиться отношения, потом один там партнер из пары как-то себя отстойно повел, и второй партнер, допустим, не понравилось ему что-то, и он начал ему высказывать, что вот ты неправильно поступил, то в виде ситуации вы будете понимать, что на самом деле они стараются гармонизировать отношения, настроить их, наладить таким образом, насколько они могут это сделать. То есть смотрите, две разные категории. Первый раз, если вам просто показать картинку ссоры, вам кажется, что они ругаются и ненавидят друг друга. Второе, если вам показать, дать информацию того, что происходит на самом деле, вы будете видеть то же самое, как они ругаются, вы будете понимать, что люди стараются восстановить отношения, что они любят друг друга, они хотят наладить. И вы видите ту же самую абсолютно ситуацию, но понимание совершенно разное. Вот это разница между реальным видением и видением картинок. Дело в том, что вот таким восприятием нашим, я не знаю, как сказать, таким нашим восприятием играются очень многие существа, и в итоге ввели в обиход понятие, что видение картинок и образов преважнее настоящего видения ситуации, намного превыше. И сейчас у нас ясно, видение, видение, это значит, вы должны образы видеть, что делает человек на расстоянии, но даже если бы вы видели, что делает человек на расстоянии, все равно до конца бы ничего не понимали. Вы могли бы остаться маленьким ребенком, не умеющим элементарно завязать шнурки, а видеть человека на расстоянии. Конечно же, подобное видение скорее используется как оружие, и скорее применяется как возможность поймать людей, что-то выяснить, но никак для самопознания, для саморазвития, уж тем более это не даст вам ничего хорошего. Настоящее видение — это не видение картинок, это понимание того, что происходит вокруг вас, это умение видеть и слышать то, что происходит вокруг вас. Значит, лингвист в первую очередь — это человек, который учится видеть и слышать кого-то, кроме себя. И в психологии, конечно, мы этот момент проходили, что человек должен уметь слышать и видеть других людей, но лингвист — это скорее человек, не тот, который работает с людьми только. Больше даже мы нацелены на умение видеть и слышать Вселенную, в том числе и различных существ помимо людей, то есть инопланетян, растений, животных, другое измерение, то есть научиться видеть и слышать их. И речь идет сейчас не о том физическом видении, о котором все классические из вас подумали. Речь идет реально, скорее вот конкретно о желании увидеть и желании услышать кого-то, кроме себя. Скажем, тоже, чтобы понять, что думает там про вас растение, или как реагирует на вас какое-то растение, для этого сверхспособностями-то никакими супер обладать не надо, помимо слышания телепатии, голоса, это все, конечно, понимаете, по телепатию очень легко там подделываться, кто-то вам что-то наговорит. Для этого достаточно понимать, как растения на вас реагируют, вернее, для этого достаточно понаблюдать. Вот если вы наблюдаете за растением, а не за собой, то его реакцию очень легко понять. И вот это, конечно, будем подробно рассматривать с вами в другой лекции, но я хочу, чтобы вы поняли, что основа лингвиста заключается в том, чтобы он учился видеть и слышать что-то дальше своего носа. И это принципиально важное качество для лингвиста. Поэтому я бы даже вам выставила такую медитацию, в которой вы, как домашнее задание, как задание, в которое вы старались бы отключиться от себя, отключиться от собственных мыслей, и стараться понаблюдать и увидеть что-то со стороны нечеловеческой, не людей. Сейчас мы ко вселенной чуть позже подойдем. Но чтобы это были растения, животные дома, тоже растения. Опять же, вы к нему приближаетесь, вы постараетесь прочувствовать его, а не себя. То есть для этого достаточно представить себя этим животным или растением, либо элементарно отключить ощущение самого себя. Как только вы отключаете ощущение самого себя и настраиваетесь на любой предмет, вы можете видеть именно изучающую энергию от этого предмета. Пусть вы это не понимаете, там, словесно или так далее, но вы многое заметите. Вот более подробно понимать, что они вам говорят и так далее, мы с вами в других лекциях изучим. Но сейчас для начала хотя бы научитесь в медитациях просто что-то подмечать, кроме себя. Вот эта тренировка у вас должна быть постоянной у лингвистов, то есть это такая духовная медитация, сейчас мы к этому позже подойдем, это должна быть постоянная работа, при которой вы отключаетесь в самость присутствия себя и включаете в присутствие человека. И когда либо человека, либо существа, включаетесь в присутствие кого-то другого. И когда вы так делаете, вы в данный момент не можете влиять на это существо, конкретно там что-то ему указывать в таком контексте, но вы можете его понимать. Вы можете понимать, что он думает, что он чувствует там, что это существо хочет. И возможно с первого раза у вас не получится, но все равно с первого раза вам хотя бы нужно почувствовать хоть раз на секунду ощущение того, что вы видите что-то кроме себя. И это вот знаете, прям как черточка так подчеркивается. То есть вы все время только в себе, в себе, в своих эмоциях, а тут вы перенастроились на человека, в какой-то момент растворились и на несколько секунд забыли про самого себя, и тут вы сможете увидеть реальные эмоции, чувства этого человека, его настоящую подачу, его настоящее мнение человека или существа, еще раз повторюсь, кого угодно. Ну а давайте пусть это будет какое-то существо. Вы, может быть, до конца там что-то не поймете, но вам это даст ценный опыт, очень ценный, вам это ощущение понравится, для вас будет это очень интересно, потому что вы впервые увидите что-то, чего вы не видели никогда ранее. и, возможно, да, что-то типа ощущения, чувства, вам будет интересно, как вот это вот за пределами вашего мироздания, что там происходит, потому что у нас мир вокруг нас. То есть вот эта медитация, она будет как основная, конечно, я хочу, чтобы вы более подробно ей занялись, но для того, чтобы обладать, для того, чтобы развить себе видение и слышание, конечно, нужно обладать гармонией и спокойствием в эмоциональном плане в первую очередь. То есть для начала нужно успокоить эмоции, потому что даже не мысли настолько нам мешают, потому что от мысли мы можем отключиться, эмоции мешают. Вот это та самая сила, как многие говорят, я сел в медитацию, и там меня начали отвлекать, меня начали уводить, что-то со мной делать. Вот когда такое происходит, это происходит по причине включения эмоций. То есть для того, чтобы научиться вот этой технологии слышания и видения, скажем так, образно, и речь идет, еще раз говорю, не о том, к которому вы подумали, слышать и видеть, а умение слышать и видеть, вообще кого-то кроме себя, нужно научиться гармонизировать и балансировать свои эмоции. Я, кстати, по этому поводу лекцию на Камчатке читала, и, наверное, чуть позже я вам всем, кто в лингвистике обучается, открою доступ к лекции Камчатки бесплатно, потому что там материал как раз по гармонизации своего внутреннего состояния, там древние тибетские техники, они вам помогут, вы по ним тоже позанимайтесь, попрактикуйте, особенно выстраивание эмоционального баланса. Но в первую очередь, однозначно могу сказать, что, конечно же, для практики в лингвистике и для практики в умении слышать вселенную, необходимо покой и гармония на максимально возможном уровне. То есть если вы там живете в быту, конечно, я понимаю, что у всех разные условия, но максимально, насколько вы можете отделиться там, максимально покой себе создать, может, перед сном и ночью, только так, потому что чем больше суеты, тем тяжелее практиковаться. Я не говорю, что это невозможно, нет. Конечно, суета по большому счету не отвлекает, скорее, вернее, не мешает саму процессу, скорее она вас отвлекает, и тут момент для себя. Здесь, да, однозначно в практиках имеет значение условия для вас, как для начинающих. Конечно, потом станете прожженными, когда супер-пупер пророками, речь идет о пророчестве, чуть позже расскажу, тогда, конечно, вам это будет не нужно. Но сейчас вам это необходимо для базовых начинаний. Так вот, ребята, первое, что вам стоит сделать, это гармонизировать, успокоить свои эмоции, прежде чем вы будете подходить ко всем другим практикам, которые я вам дам. Если у вас не будет баланса в эмоциях, и вы не научитесь слышать кого-то кроме себя, вы просто не сможете выполнить ни одну практику, чтобы они все рассчитаны на вот эти базовые понятия. Поэтому в сегодняшней лекции я вам дам базовые задания. Желательно, конечно, за неделю какого-то уровня уже достичь в своих практиках, чтобы у вас в дальнейшем все эти техники и технологии работали. Для гармонизации своих эмоций, для разбора с ними, ну, в первую очередь, камчатские лекции, конечно, вы послушаете, но по большому счету в базовом уровне нам помогает парапсихология и корректная внутренняя расстановка приоритетов. Потому что наши эмоции, самая главная наша ошибка, считать, что они какие-то неправильные и ненужные. Нет, эмоции все нужны, все правильные, они просто не на своем месте. И поэтому они создают вот этот шум. То есть по большому счету для того, чтобы эмоции успокоились, их не нужно успокаивать, гармонизировать. Это тоже неправильное, ошибочное мнение, заблуждение, что якобы гармонизировав эмоции, успокоив, они успокоятся. Нет, эмоции успокоятся тогда, когда она будет на своем месте. Это так же, как в обычной ссоре или разговоре, который происходит в семье или где-то дома, скажем, там поругались двое, вот, и там мужчина пытается успокоить женщину, а она не успокаивается, потому что она расстроилась из-за того, что он себя неправильно повел, он должен исправить свою ошибку, поняв, в чем она, и только поняв и осознав ее, она успокоится, потому что вернется энергия. Успокаивать ее просто так это тупо, глупо и бесполезно. Но понять, в чем, допустим, была ошибка, в чем был, допустим, мужчина неправ, поняв это, он ее эмоцию направит в нужное русло. Во-первых, она будет понимать, что она просто-напросто выражает свое недовольство тем, что неправильно поступил. Соответственно, ее эмоции уже будут сбалансированы, она будет как встроена в мыслительную конструкцию. Дальше мужчина, когда признается в себе, поймет что-то, его эмоции тоже будут встроены в мыслительную конструкцию. Когда они обе будут на своем месте, все будет гармонично, это их будет больше питать. То есть эмоции – это наша сила, питательная сила, которая дает нам мощности, которая дает нам энергии. Мы не можем от них отказаться, мы не можем их послать, оторвать или куда-то деть. Наша с вами задача – научиться ставить их по местам. Поэтому лучше всего с эмоциями работает не логика, а понимание. То есть язык, эмоции – это понимание. То, когда они на своем месте. Поэтому я бы вам посоветовала для гармонизации эмоций использовать технологии по парапсихологии. Я буквально вам дам всего лишь одну направляющую, тоже парапсихологического характера. Скорее, несколько вопросов, которые стоит направить самому себе, чтобы понять место эмоций. То есть для того, чтобы эмоции разложить по местам, необходимо вступить во внутренний диалог с собой, поговорив и поняв самого себя, не зажимая, не запрещая себе, а себя надо понять, что же я этим имел в виду. Ошибка во многом, конечно, особенно у женщин, потому что у нас так общество устроено. То, что их эмоции, они считают, не желают их принимать как естественное проявление. Их принимают как нечто либо неестественное, либо привязывают это к чему-то вообще не связанному с эмоциями. То есть эмоции происходят, когда человек не понимает, почему он бесится, грубо говоря. Он начинает придумывать себе, почему он бесился, разозлился. Если он придумывает и врет, конечно, это не решит проблему. Если он начинает отрицать, что нет, злиться, это плохо, и пытается себя задавить, это тоже проблемы не решит. Надо понять, почему, что бесит-то, что злит. Надо понять. Вот тогда эмоция уйдет. То есть, грубо говоря, вот у нас есть такой вот момент. Я хочу слышать, к примеру, мы берем такой вот базовый пример. «Я хочу услышать голос Вселенной». Вы сами себе говорите, вы хотите услышать, у вас внутреннее желание услышать. Вы начинаете пытаться услышать, и вдруг миллиард помех внутри вас. Всё мешает, всё сопротивляется, ничего вы не понимаете. В таком контексте надо в первую очередь, вы элементарно же хотите просто услышать, что в этом такого. Для того, чтобы услышать, нужно же замолчать, тишина и слышно, что происходит. Если замолчать, то в тишине всё очень хорошо слышно. Так вот, по большому счёту, конечно же, оно так же и на тонком плане происходит. То есть у вас там всё мысли, эмоции, тишина на секунду, и всё, вы захотели услышать, вы услышали, моментально. Просто задать вопрос, что мне делать? И там вот это вот рой, рой в голове. Успокойтесь на секунду, тишина, и вам ответ. Надо делать то-то, то-то. Там, грубо говоря, и всё. То есть по большому счёту вам тишина нужна. И вам нужно успокоить свои эмоции. В первую очередь проблема не в том, что вы не умеете, не знаете, как. Не в этом проблема. Проблема в том, что вы не слушаете. Вот в чём проблема. Значит, нужно узнать, почему. Почему вы не слушаете? Значит, первая у нас линейка вопросов по данной тематике заключается в первую очередь. Вот я хочу слушать голос Вселенной. Тогда вот вопрос такой. Почему? Вот почему ты хочешь услышать голос Вселенной? Потому что первое критерие, это вот у нас вопросная линейка приоритетов. Такая психология, парапсихология, но она в помощь вам работать над собой. Почему? Потому что если это тебе особо не надо, в процессе понимания почему, возможно, выяснится, что тебе вообще не нужно слышать Вселенную. Ты вообще о другом говорил. Поэтому прежде чем понять, тебе реально нужно слышать Вселенную или нет. То есть подвох этого вопроса заключается в том, что а ты уверен в стиле? То есть человек обычно говорит, да, конечно, я уверен. Это неправильно, потому что неправильная постановка вопроса, она не слишком прямолинейна. Вопрос надо поставить не так прямолинейно. Надо спросить. Хорошо, почему, объясни мне теперь, почему ты пришёл на факультет лингвистики? Да, и первое, когда мы начинаем отвечать на этот вопрос, это как первое испытание. Да, если всё-таки концом ответа является реальное желание слышать Вселенную, то мы проходим этот экзамен, нас пропускают, окей. Дальше мы проходим. Значит, действительно, мы хотим услышать Вселенную. Если мы здесь уже застреваем и выясняем, что на самом деле я не Вселенную хочу услышать, просто у меня вот проблема, я хотела, чтобы она решилась, я подумала, что если услышу Вселенную, она решится и такой, слушай, чувак, если тебе нужно решение проблемы, давай ты просто запросишь решение проблемы, зачем тебе Вселенную-то слушать? Понимаете? И такой сверчок на заднем фоне, такой звук сверчка. Понимаете? Большого счёта надо просить то, что тебе надо. Ты Вселенную хочешь услышать или проблему свою решить? Как очень многие, знаете, в магию обращаются, почему много отметаются разных людей, в стиле того, что они такие, я хочу колдовать, хочу заниматься магией, ты уверен? Да, конечно, уверен. Зачем ты это хочешь? Ну вот у меня столько проблем, я хочу наколдовать, чтобы у меня были деньги, чтобы у меня всё было хорошо, давай ты будешь стремиться к тому, что у тебя были деньги, чтобы у тебя было то-то, то-то, зачем тебе магия при этом? Зачем тебе колдовать? То есть можно там всё равно, знаете, по-разному, можно там вот транссорфинг, притяжение просто веры, там, желанием. То есть есть разные технологии, и по большому счёту просто желание сильное, когда оно прям так вот чисто идёт, искренне ровно, открыто, тоже всё, оно добивается. Либо действиями можно добиться. Зачем тебе магия тогда? То есть это такой вопрос, а если бы ты без магии мог добиться вот этого там денег, богатства, решения своих проблем, ты бы же пошёл бы в магию? То есть зачем? То есть вот тебе нужно решить твои проблемы. Пошёл бы ты в магию, если бы, да, как посыл звучит, пошёл бы ты, короче, ты бы начал заниматься магией, если бы у тебя всё решилось без неё. И такой ответ, нет, ну тогда до свидания. Потому что в таком контексте магия работать у тебя не будет. Понимаете, мы получаем то, к чему мы стремимся. Кстати, вот эту тематику я рассказывала последний раз дня два назад во сне в Астрале. Я проводила обучение, я вас обучала, ещё готовила. И там как раз вот что-то вроде этого. Я такую лекцию целую прочитала, что мы получаем то, на что мы настраиваемся. Поэтому, ребята, будьте точны. То есть здесь сразу же можно понять, что вы сомневаетесь, почему вы не слышите Вселенную, так оно понятно, почему вы её не слышите. Вы не хотите слышать. Вам это не надо просто-напросто. То есть первый вопрос, почему я это хочу? Он сразу отметёт множество ложных моментов и направит вас в ту сторону, чего вы на самом деле хотите. Если же всё-таки хотите слышать Вселенную, то вопрос номер два. Окей, ты хочешь слышать Вселенную? Да, я хочу слышать Вселенную. Вопрос, почему ты её не слышишь тогда? То есть следующий вопрос, он задаётся по другим углам. Почему я сопротивляюсь тому, чтобы услышать? Потому что в идеале, если ты хочешь, ты это получаешь. Всё, что человек реально хочет, или по крайней мере осознаёт, чётко понимает, что он это хочет, он это получает. Если вдруг он это не получает, значит у него какая-то проблема есть. И вопрос, в чём твоя проблема тогда, чувак? Ты хочешь слышать Вселенную? Слышь её. В чём проблема? Да, второй вопрос, как мне в астрале тоже спрашивали. У меня были такие моменты, когда я ещё только начинала, я рассказывала, была зелёная совсем. И в астрале проходила, я такая, я хочу научиться виднению и пониманию. И на меня так смотрят, так знаете, тоже опять сверчок на заднем фоне, такие круглые глаза. В чём проблема? Витя, понимай. А я там такой эпичность создаю, что это так сложно. Они так просто, такие круглые глаза, у них там сверчок на заднем фоне. Непонимание, понимаете, в чём сложность? Хочешь понимать, понимай. Вот так же тут, ребят, вопрос номер два. Что мешает? Значит, если я хочу реально слышать Вселенную, почему я сопротивляюсь? В чём помеха? Значит, начиная отвечать на этот вопрос, вы встретите миллиард, кучу всяких проблемных зон, которые нужно проработать прежде, чем вы подойдёте к тому, что вы начнёте слушать Вселенную. И разумеется, их нужно отработать прежде, и ими нужно заняться прежде всего. Поэтому, ребята, на данной стадии вы встретите целую кучу объёмной работы над собой, прежде чем подойти к священному храму знаний. Понимаете? Потому что к знанию чтобы подойти, надо это заслужить, отработать, пропахать и так далее. То есть денег недостаточно, на самом деле, плата должна быть своя, собственно, и большая. И в первую очередь вы должны заслужить, ну, это, образно говоря, заслужить на тонком духовном таком плане понимания, а на более физическом вы должны, конечно, прочистить для этого дорогу. Ну, разумеется, если бы вы так просто могли бы вот взять и начать слышать Вселенную, вам технику сказала, вы начали слышать, вы бы и так, вы сами уже начали, и без меня уже послышали по Вселенной 10 раз, понимаете? Но если вы до сих пор не слышите голос, не понимаете, там телепатию не создать, наверное, что-то мешает. И, наверное, сначала надо справиться с этим, сначала надо убраться, а потом уже делать практики. Поэтому вторым этапом вы выгребаете всю ту кучу проблем, а почему тогда у тебя не получается? для того, чтобы оно получилось. Потому что, когда вы выясните, почему не получается, это уберете, проработаете, вы будете готовы, открыты для того, чтобы оно у вас получилось. Да, как некоторые монахи, так адептов принимают в свою школу. Тоже есть такая притча, по-моему, там один ученик пробивался к какому-то монаху, постоянно приходил, а тот его выгонял и выгонял. И тот не мог понять, почему он так страдал, он так много практиковался, так много занимался, как некоторые есть, у нас тоже такие люди, много всего делал. И он не мог понять, каждый раз учитель прогонял. Думаю, почему? И он такой пришёл, и последний раз, почему? Почему ты меня прогоняешь всё время там с чем? Я же уже годами там практиковался, годами занимался. А ему учитель сказал, я, говорит, приму тебя, когда ты придёшь один. А ученик посмотрел, он реально один пришёл. Он такой, я не понимаю, я ничего не понимаю. Короче, иди нафиг там, закрыл дверь. Знаете, может, эту притчу, такая ещё знаменитая. И долго страдал ученик, уже там, короче, разбился весь, практически разочаровался. И когда у него произошло разочарование, и слом внутренний у него, какая-то часть его отмерла. И вдруг настало, когда там говорится в книге, просветление. Настало просветление. И, по сути, он не остановился, а освободился от шума в голове и эмоции. То есть, его настигло просветление, и просто всё остановилось. И тогда он пришёл в последний раз к учителю. Но он же пришёл такой весёлый, лёгкий. Ему было всё равно, он был во Вселенной. Короче, настолько был пуст абсолютно, в нём ничего не было, никаких эмоций, никаких мыслей. Он просто радовался, ему было не то, что всё равно. Это неправильная категория. Им было не всё равно, но у него не было никаких оценочных мнений относительно там, что скажет учитель, а примет он его или нет, а достойный нет. То есть, вот всё, пустота. И тогда он так и с улыбкой пришёл, и учителем говорит, а вот теперь ты готов, ему дверь открыл. Вот, собственно, ребята, точно так же, понимаете, и у нас для принятия знания священного надо быть готовым. И прежде всего, вы должны дойти до состояния адепта, в данном случае, это освобождение от мусора. Значит, до состояния адепта приходит по-разному, в зависимости от того, какие у вас проблемы, но, как правило, проблем несколько спектров. Это эгоизм, гордыня, я всё знаю, умею, я не хочу ничему учиться, вот это надо, это слом характера, тут вас надо сломать реально как палку. Первое, что учителя духовные ломают, они там заставят вёдра таскать, унитазы мыть, там дедовщина, чтобы вот это вот сломать. Второй момент, значит, вот этот шум, вот это биение, он, боже, я не смогу, у меня не получается, я не умею, вот это надо в себе просто убить. Это второй момент. И когда вот это умирает, и гордыня ломается, вот тогда человек, как чистый лист, полностью идеально готов к принятию любого знания, и у него результат стопроцентный. Поэтому, ребята, если вы хотите получить реально крутой результат от моих знаний, причём я максимально это делаю, я вас обучаю даже на тонком плане, я призываю различных существ, различные кинопланетян, вот они подтвердят, там сидят, слушают, кого только я не призываю, понимаете, обучение высочайшего уровня, но от вас зависит то, насколько вы это примете, насколько оно у вас заложится. И я вам даю простой показатель, значит, вот состояние, при котором идет слом внешний и внутренний, внешний это эго, внутренний, соответственно, вот это биение, это состояние в процентном соотношении ровно настолько вы примете знания, ровно настолько, насколько вы откажетесь, ровно настолько вы примете знания. Все учителя на протяжении всей истории, в том числе я, не исключение, всегда отрицали, отвергали и прогоняли учеников, которые не желают пройти до эти стадии, то есть не желают сломаться, сломать свою гордыню, и не желают, соответственно, убить в себе вот это вот биение. Поэтому всегда, когда вы встречаете с моей стороны, скажем, ну не агрессию, а закрытость, или вот так вот вас дышит дверь, и вам сразу перед вами дверь закрывается, это показатель того, что не соблюдены первичные два принципа. Вот когда соблюдете, тогда приходите в чистейший храм своими грязненькими ножками, а до этого помойте ноги. Вот, ну это образно говоря, конечно. Второй вопрос парапсихологии. Ну и соответственно, четвертый, пятый вопрос, проистекающий из этих двух, они уже скорее как ответ явятся вам, потому что когда вы ответите на вопрос, почему я это хочу, второй вопрос, ну почему тогда я сопротивляюсь, если я реально это хочу, то следующий вопрос уже проистекающий, ответ на него, что мне на самом деле в таком случае надо, и кто я вообще, понимание кто я. Да, мы подойдем к тому вопросу, и здесь речь идет не о ваших воплощениях, не о вашем космосе, кто я в понимании своих приоритетов, своих целей, своих ценностей по жизни. То есть запомните, ребят, то, кто вы, определяют ваши жизненные приоритеты, ценности и цели, а не вовсе там, что я там с Марса прилетевший из космоса, потому что, понимаете, очень многие ученики в этом терялись, мои в том числе, это вот так вам немножко, базовое учение духовное, да, все равно оно вам нужно, прежде чем начать. И многие ученики вот в этом, я там супер-пупер духовный мастер-фломастер, там с Сириуса прилетевшись, цитадели третьего звена, плевать нам на это хотелось, понимаете, потому что это не говорит о том, кто он. Это вообще ничего о нем не говорит, но это скорее какие-то описательные категории, то, кто он из себя, говорят за него его действия, говорят за него его поступки. Скажем, этот человек ведет себя хамски, обижает всех, какой-то хрень несет, а потом оправдывает это тем, что он с Сириуса встретит цитадели, понимаете, но это не оправдывает его ни капли, просто сразу видно, что он придурок, вот кто ты, да, хочешь, я тебе скажу, кто ты, да, а ты просто придурок. Ну, образно говоря, это, конечно, смешно, так грубо, но с другой стороны, прямолинейно и правдиво, ребята. От человека говорят на его вот эти статусы, говорят его реальные поступки, действия человечества, запомните раз навсегда и никогда больше не впадайте в этот маразм своих происхождений, там, третьего кольца Сириуса и так далее, потому что происхождением своими я вас все равно переплюну, все равно оно у меня круче, у меня там, я знаю, какая-то там, вообще, я уже даже не знаю, какой у меня там супер-пупер-гипер-уровень, супер-ипа был. Мне на самом деле даже наплевать, потому что меня, по большому счету, интересует больше моя физическая реализация, как сказал тимон товарищ. Такая шутка просто есть, она вам неизвестна. Ну, в общем, меня интересует больше меня окружение в моей физике и в том, что я реально могу проявиться, и в том, что я реально могу сделать, чем вот такие вот понятия и такие моменты. Так, значит, возвращаясь к нашим вопросам по парапсихологии, я не могу, я смех напал, у меня, извините, ребят, просто вспомнила шутку, которая у нас была личного характера, поэтому рассказывать, к сожалению, не смогу, но очень смешная. Вот, значит, это касается парапсихологии и разбора себя. Значит, это основные вопросы, ребята, по которым вы можете, в принципе, разобрать свой эмоциональный план и понять, насколько ваши эмоции на своем месте, гармонизировать их и поставить их на место. Значит, по этой вопросной линейке вы можете разобраться абсолютно в любом бардаке эмоциональном, который у вас присутствует, и относительно абсолютно любой темы, не только на тему, как услышать голос Елены, почему я его не слышу, почему я здесь, почему я на лингвистике, почему я занимаюсь тем-то этим. Вам во многом это откроет понимание того, почему у вас до сих пор этого нет вообще, и реально ли вы это хотите. И в будущем, в принципе, у парапсихологии, у психологии есть множество других технологий и других техник, по которым вы можете прийти к пониманию, но вот со своей стороны я примерно представляю вот такую цитадель, и вы можете практиковаться либо по моим практикам, по тем вопросам, которые я дала, либо по парапсихологическим. Но основная вот константа, по которой вы должны это выяснять, она вот базируется на вот этих четырех основных вопросах. Они, в принципе, даже два главных, два вытекающих вопроса. И в последующем, конечно, глубже уже подойдя к этой теме, насколько вы поняли, человек, который по-настоящему может слышать вселенной, это человек, который пройдет все вот эти тесты, все эти испытания по-настоящему глубоко. Я говорю не поверхностно, я еще раз повторюсь, вы будете слышать ровно в том процентном соотношении голоса вселенной, в каком процентном соотношении вы пройдете две стадии, два этих этапа. Но два вот этих главных вопроса, значит, почему я это хочу и почему я сопротивляюсь этому, почему это не происходит. Вы, в принципе, по этим двум вопросам можете поверхностно пройтись, либо глубоко, но от этого зависит та степень, по которой вы будете слышать вселенную. Но смысл заключается в том, что если вы действительно по-настоящему заинтересованы в этом, если вы действительно хотите услышать голос вселенной, если вы действительно хотите слышать телепатию, действительно хотите разговаривать с разными существами, с растениями, с животными, если вы по-настоящему, это ваше желание искренне, и вы будете глубоко прорабатывать вот эти вопросы и их понимание, то рано или поздно настоящий лингвист, конечно, подойдет таким образом к просветлению. Как вам стало уже понятно из предыдущей притчи, путь настоящего лингвиста, духовный путь, это путь к просветлению, путь к умению слышать все вокруг себя, видеть вокруг себя, и это путь великого прорицателя. Прорицатель — это тот, кто знает все и обо всем. Я вот давно, вернее, долго не понимала значение этого слова, если честно, пророк и прорицатель, мне не было не совсем понятно его обозначение, и когда меня назвали пророком, когда я была на Белухе и там связывалась с местными духами, они назвали, пророк, говорит, идет, смотрите, там еще духи такие, смотрите, пророк идет, я говорю, что, пророк, почему пророчество? Я вроде думаю, ну я не настолько там в будущем, конечно, я будущее простраиваю, но думаю, я не настолько там в будущем нахожусь. И когда я обратилась к духам Белухи, я их спросила, говорю, а почему пророк-то? Я говорю, что за ассоциации? А они мне сказали, что, говорит, пророк — это тот, кто знает все и обо всем, и объяснили, почему, и вот как раз мы с вами подходим к этому понятию. Для того, чтобы, говорит, знать все и обо всем, как раз мне сказали вот эти духи, человеку просто-напросто нужно научиться слышать и видеть все, кроме себя. Ну, грубо говоря, в том числе проблема возникает, конечно, в нашем физическом мире, к сожалению, в том, что я себя перестаю слышать и видеть, и очень сложно себя услышать и видеть в таком контексте. Вот моя проблема в том, что мне крайне тяжело понять, что реально хочу я, но я прекрасно понимаю, что хотят все другие. Я очень часто в этом теряюсь, очень часто, конечно, попадаю там в какие-то, ну, не то что ловушки, там человеческие моменты нехорошие, люди меня окружают нехорошие, потому что я слышу, они кричат, насколько они хотят, то вот или сего-то, а в этом с крики ихнем я шепота не слышу своего сердца, которое хочет, допустим, что-то другое. То есть это очень сложно, но по сути пророки это не те, кто предвидит будущее, как выяснилось, прорицатели, ну, в том числе, да, но это следствие скорее. А в основании своем это люди, которые умеют слышать и видеть, и умеют слышать и видеть хорошо. И вследствие этого они знают все обо всем. Знаете, как вот какой-то шпион там во дворце, который знает все обо всех, что там делают, какие-то там заговоры бодридского двора, потому что он везде все подслушивает, да. То есть, ну, это, грубо говоря, это, конечно, больше в негативном плане, но в положительном плане это представляется примерно точно так же. То есть человек, который может слышать и видеть, он знает все всегда. Да, и я всегда понимала, что вот мои знания, они проистекают не с того, что у меня там какой-то кристалл суперзнания, и мне там кто-то что-то говорит. Нет, я просто наблюдательна. Я любопытно наблюдательна, я смотрю, а что там, а что тут. И вследствие этого складываются очень большие картины, мироздания, истории, что происходило, что там, кто как себя ведет, как все устроено. Лишний раз сканируешь людей, заглядываешь им, там, заглядываешь им в чакру, да. Ну, разная, говорю, какая шутка. Заглядываешь им там в подсознание или что-то, и видишь какие-то моменты, как они воплощались, как это было связано с историей, где они участвовали. Каждый из вас участвовал в каких-то интересных событиях, каждый из вас был свидетелем каких-то исторических моментов. У меня потихоньку складываются истории по кусочкам. Вот с этими ацетиками, опять же, вот я на них вышла, потому что меня начали мочить, начали не радужную оболочку, а оболочку ангела-хранителя пытаться замочить, и на меня вышли ацетики. И вот я узнала такую вот историю, что оказывается, они вообще презирают всех существ, которые пытаются божественные конструкции сознания уничтожить. И у них прям защита богов и всего божества настолько прям агрессивна. Вот они очень такие жесткие ребята, причем абсолютно бескомпромиссные, с ним невозможно не договориться ничего. Но с другой стороны, с их жесткостью и бескомпромиссностью они защищают абсолютно светлые вещи, то есть абсолютно светлые понятия. Вот, и видите, я бы на это не вышла и не увидела. Опять же, наблюдений, постоянное наблюдение, постоянное видение. Соответственно, пророки и прорицатели это люди, находящиеся в тишине себя, то есть у них внутри тишина, тишина эмоций, тишина разума, и они слышат и видят все вокруг. Поэтому они все замечают и все слышат. Это просветление высочайшего тоже уровня, высшие из них медиумы, прорицатели такого мистического характера, прорицатели мистики. Это люди, которые постоянно видят голоса Вселенной, других существ, с ними могут общаться абсолютно все, кого даже не видят другие люди, поскольку они там в шуме находятся, или поскольку не способны слышать таких существ. Прорицатели слышат абсолютно всех, потому что они настолько видят все, кроме себя, грубо говоря, нацелены на внешний мир, на его познание, что они готовы услышать и увидеть все, они открыты всему. Соответственно, по большому счету, это готовность, готовность увидеть, готовность воспринять мир вокруг вас, готовность его прочувствовать. Это один из этапов просветления. Ваше умение видеть мир вокруг, соответственно, любить, познавать его. Поэтому истинные прорицатели, это, наверное, люди, которые влюблены в познание. То есть это люди, которые с таким вот любопытством, интересом познают, глубину мироздания, множество всего, «А что там происходит, что там?» То есть они как, ну не как ученые, а, наверное, в положительном контексте из этого слова, познающие люди, исследователи. Они такие космические, вселенские исследователи. Поэтому этот путь, конечно, мне очень близок, я его прекрасно понимаю, и в своей жизни его тоже отчасти выбираю. Вот этот путь исследования и познания, так хочется все узнать, хочется все увидеть. И это путь, к которому придете вы, если вы будете действительно глубоко заниматься лингвистикой. Я хочу, чтобы вы поняли, что вроде лингвистика, вроде техники, там слышание снов, слышание телепатии, да, я вас там буду учить. Многие из вас, возможно, сюда пришли просто там для того, чтобы научиться трактовать сны, научиться там понимать внутренний голос. Но по большому счету подоплек это всего этого, чтобы вы понимали, вы не раскроете в себе этот дар по-настоящему, если не постигнете хотя бы чуть-чуть внутреннюю тишину, если хотя бы на чуть-чуть вы не станете немного просветленным, немного умеющим слышать. Поэтому для вас, для тех, кто хочет более глубже изучить лингвистику, хочет стать настоящим специалистом по лингвистике, для вас, наверное, это путь к просветлению, для вас это духовный путь, это духовное учение и стремление глубокого характера. И второй момент, такой я хотела вам сказать, что относительно эмоций забыла, да. Ну и относительно эмоций я хотела вам добавить, ребята, что для того, чтобы вот последний вопрос ответить, кто я, для того, чтобы ответить на последний вопрос и получить ответ, потому что этот ответ очень важен в полноценном понимании того, насколько вы действительно глубоко погрузитесь в изучение духовного пути, потому что белая магия, она всегда духовная, она всегда связана с познанием себя, и вы не научитесь ничему, если вы не познаете какую-то часть, грань себя. И, соответственно, последний вопрос, кто я, на этот вопрос вам поможет ответить очень простая технология, которую я вам дам, для того, чтобы вы отрабатывали ее тоже на неделе. Простая техника, при которой вы будете стараться воспринимать все качества себя, свое проявление, свои действия, свои эмоции, не описывая их. То есть есть такая хитрость у наших эмоций, у нашего сознания, у нашей божественной природы, что как только вы знаете, это известный фактор, что как только вы поддадите описанию какое-либо свое качество, оно перестанет существовать. Скажем, вы скажете, грубо говоря, я скромный, после этого ваше качество как будто запечатается. Не то, что вы станете нахальным, нет, конечно, никуда не денется, но ваше качество в проявлении запечатается. Так работает магия слова, священная магия слова, которую нам исказили и искривили проклятиями многолетними, человеческими в наше время. Магия слова, если вы произносите что-то про себя, то это перестает действовать вовне. Хотя наоборот, конечно, изначально, если вы произносите, то оно начинает действовать вовне. То есть в идеале оно действует наоборот. Но для того, чтобы оно действовало наоборот, нужно с этим проклятием справиться. А изначально, ребята, разберите назад себя, то есть по пунктикам назад. Если вы произносите, видите свое какое-то качество, вы его как-то называете. Вы говорите, вот я проявил качество, это гордыня. А вы уверены, что это была гордыня? Почему вы так считаете? Вот откуда у вас пошло определение вот этой эмоции? Вот пошла эмоция, вот откуда вы знаете, что она обозначает именно это? В первую очередь, ребята, постарайтесь отрезать себя от понимания того, что будто вы знаете, что вы за эмоции испытываете. Понятия не имеете, какие вы испытываете эмоции. Потому что если бы вы знали это, они были бы на своих местах, этого бардака не было. То, что у вас бардак в эмоции, говорит о том, что вы не знаете, вы врете. Все, что вы описали, вы называете это так, но это вранье, это неправда. Оно не так на самом деле. Допустим, вот некоторые мои эмоции тоже. Была у меня эмоция, которая очень долго ассоциировалась с гордыней, потому что мне все про нее говорили. Вот, ты пафосная, гордая. Я думаю, наверное, это гордыня. Думаю, где же во мне гордыня? Сейчас я ее найду. Находила там какую-то эмоцию. Вот это гордыня на тонком плане, очень похожа, очень подходит по всем описаниям, практически один в один. Долго я мучилась с этим. Я вам рассказывала много раз, что я постоянно, все, я опознала эту эмоцию. Давайте я с ней разберусь, там отработаю гордыню. А, она не разбирается, не отрабатывается. Я даже что такое думаю? Почему она не разбирается, не отрабатывается? Это был страх, оказывается, как выяснилось. А люди это зачитывали и называли, и обзывали гордыней. То, что люди из воне понятия не имеют, что это за эмоции. Вообще вокруг все человечество находится в полном бреду, и никто не понимает вообще, что кто испытывает. Поэтому начнем с того, что, ребята, язык эмоций, он для нас очень важен в лингвистике. В будущем у нас будет целая лекция, эта вам посвящена. Почему? Вот я уделяю этому огромное внимание. Язык эмоций. Язык эмоций – это основа лингвистов. И вы должны уметь в них разбираться. Так вот, на сегодняшний день языком эмоций не владеет ни один человек. Мы ни хрена не понимаем, что мы испытываем. Ни сосед, ни вы, ни себя, ни другого, грубо говоря. Поэтому первое, что вы должны, это осознать этот фактор. Когда вы его осознаете, вы во многом поймете, что да, вы что-то испытываете, но что это непонятно. Вы подойдете к этому, как инопланетянин, который впервые видит какие-то ваши эмоции. Значит, когда вы пытаетесь обозначить их, то вы сразу теряете эти эмоции в проявлении, потому что это скорее печать на них вешает, вы их запечатываете. То есть эмоцию, запомните, вот как раз лекция «Майк о правде», которая лекция про правду была до этого, дополнение. Эмоцию выпускает и освобождает правдивое ее описание. Когда вы называете эмоцию своим именем, она усиливается, высвобождается и становится свободной. Когда вы называете не своим именем, она запечатывается и как вот, не сворачивается, а как блокируется, скажем так. То есть любые проявления, ощущения блокировки однозначно неправильное обозначение эмоций. То есть можно, конечно, перебирать все обозначения эмоций, но по большому счету в медитации глубоко надо засесть, не описать, а представить свои проявления в чистом виде, увидеть их без описания, познав то, что ваше описание неправильное, неправдивое, не таким это является. Дальше посмотреть, как это проявление проявляется через вас и просто-напросто, увидев, как оно проявляется, скажем, не обязательно в физике, можно там про себя представить, можно представить визуально, что вы, допустим, хотите высказать что-то, но представьте, что вы это сделали, к чему это приведет в итоге. Помните, последняя лекция про благо. То есть если вы все это выскажете, если вы это все сделаете, если вы себя поведете, так, к чему это приведет? Вот то, к чему это приводит, как правило, и есть то, чем является эта эмоция, потому что эмоции являются своей конечной целью, то, к чему вы хотите привести. Скажем, вы хотите помочь, вот как в предыдущей лекции, то высказав эту эмоцию, выложив, произойдет помощь реальная, то есть человеку реально дойдет помощь. Значит, вы поняли, а, так я хотел помочь, оказывается, а я-то думал, что я такой плохой, вечно что-то говорю. Либо вы хотели, допустим, навредить, вы высказали все, что думали, смотрит, человеку плохо стало, вы ему навредили. Ну, пожалуйста, вы на самом деле не хотели ему ничего сказать, вы хотели ему навредить. Соответственно, для того, чтобы понять, что эмоция значит на самом деле, достаточно выпустить ее, ничем ее не обозначая, ничем ее не обзывав и не называв. Вот это медитация не называет, да, так и не называет. Ну, так смешно, просто я специально иногда скажу слова так, иногда для смеха. Вот, ребята, соответственно, эта медитация глубокая. Я вам советую очень серьезно к ней отнестись, потому что эмоциональный фон и план – это базовая основа лингвистов. Языков снов, языков телепатии, языка общения с другими существами и писания знаков. Если вы не разберетесь в своих эмоциях, не научитесь их понимать, то вы будете двойчником и ничего вы не поймете. Это океаническое учение, можно сказать, океаническое знание, знание об эмоциях. Поэтому, в первую очередь, ребята, успокоить эмоции надо и понять их. Понимание даст им высвобождение, даст им проявление и все вернется на свои места. Соответственно, если у вас возникнет внутренний конфликт, скажем, вы поймете, что, оказывается, ваша эмоция имела намерение причинить вред, а вы-то на самом деле не хотите вывредить людям, вы как бы хотите измениться, хотите стать лучше, а видите, что ваши эмоции реально к этому приводят, вы остановитесь на секунду, и это вам даст прозрение. И тогда, после этого, вы получите осознание, после этого вы не будете больше так делать, а вы не будете больше обижать людей, потому что вот в эту миллисекунду, когда вы поймете, что на самом деле вы не этого хотели, у вас как такой ток пройдет, у вас тут же это отобьет желание вообще в последующем так делать. Поэтому запомните, это путь к осознанию также. Работа с эмоциями — это осознанность и путь к осознанию и к пониманию. Поэтому лингвистика — это такой глубокий духовный путь, глубокое духовное учение, постижение в осознании и к движении, к прорицательству, к великому пророчеству и умению видеть Вселенную и слышать ее. Так что вот эту медитацию я выставлю вам как вторым заданием, таким более сложным, я вам скажу, это сложнее, но вам это очень многое даст. Не важно, что вы там себе думали и хотели, там серьезно этим заниматься, несерьезно. Я в любом случае хочу, чтобы мои учения вам помогали и как-то решали вашу жизнь. И я хочу, чтобы помимо просто там какого-то навыка чтения снов, это как бы ни о чем. Вы все-таки жизнь-то как-то свою поменяли, улучшили ее, что-то у вас все-таки изменилось в жизни. И это важнее, понимаете? Как бы чтение снов — это прикольно, конечно, но я хочу, чтобы вы больше были счастливы. Вот, и не всегда чтение снов вам даст счастье, ну, грубо говоря, образно. А вот такие моменты вам счастье дадут. Действительно, это во многом поменяет вашу жизнь, во многом ее изменит. Так что, ребята, постарайтесь, постарайтесь выпустить свои эмоции, постарайтесь их понять, постарайтесь их расставить по местам, и вы будете готовы к тому, чтобы слышать Вселенную. И этап номер два. Мы подходим с вами к тому, чтобы услышать Вселенную. Конечно, я рассказывала об этом более-менее на алхимию, в общих чертах. Здесь мы будем проходить совершенно другие тематики. Но в общих чертах здесь я хочу рассказать немного другое, нежели то, о чем я рассказывала на алхимии. Скорее, такой вот поворот знаний, который вам пригодится для дальнейшего перевода различных языков, телепатических и так далее. Вы должны научиться отличать голос Вселенной от различных других телепатических голосов, тонкого плана, существ и тому подобное. Дело в том, что люди очень часто путают телепатию, общение с тонкими существами и голос Вселенной. И само Вселенной. Они считают, что это одно и то же, что если они там что-то услышали, им что-то сказали, а мало ли кто, что может говорить. На самом деле, вам может быть какие-нибудь там черти что-нибудь говорят, опять же. Да, то есть, ну или не черти, там кто-нибудь может быть хороший, но опять же, это не голос Вселенной. Почему? А почему это понятие важно? Дело не в том, что вам какие-то черти могут говорить или не черти. И не в этом сложно. Даже если вам говорят ангелы, даже если вам говорят какие-то супер-пупер крутые инопланетяне, вы должны понимать, что это их голос, а не голос Вселенной, потому что есть огромная разница между тем, когда с вами кто-то говорит, или Вселенная. И она заключается в одном простом понимании. Кто-то всегда говорит со своей позиции, от своего лица и со своим мнением, а Вселенная, она всегда говорит, видит целостно картину. И это огромная разница по той самой причине, что для меня, честно вам признаюсь, это была огромная проблема в телепатии, потому что я слышала много кого, что только мне кто не говорил. И когда я выстраивала ветку реальности, какую-то в жизни что-то выстраивала, когда я что-то программировала, мне всегда было непонятно, сделала я или не сделала. Доделали, не доделали. Одни говорят то, третий говорят, вторые говорят это, третий говорят другое. Потом я чувствую совершенно четвертое, я думаю, что что же происходит на самом деле. Я начала просто акцентировать внимание на Вселенную, слушать голос Вселенной, а Вселенная вообще совершенно по-другому говорит. И тогда я поняла, что на самом-то деле, а спустя время, кстати, спустя огромное количество времени, не потому что до меня долго доходило, а потому что я это в опыте убедилась, в жизненном опыте. То есть я прожила жизнь, опыт какой-то прошла, и уже в своем опыте я убедилась, что вот эти существа, они могут менять свое мнение. Они, оказывается, могут ошибаться, они могут заблуждаться, они могут изменить все мнения, они могут не понимать или не знать чего-то. То есть это я в этом впоследствии видела, понимаете, когда это вот наблюдается в процессе какого-то промежутка времени. Допустим, делаешь одну и ту же работу, и потом, как выясняется, им ты Америку открываешь, понимаете? Я у них советы спрашиваю, а оказывается, я им еще Америку открыл, что они этого не знают, как тут можно что-то сделать. И вот тогда я поняла, что, конечно, все равно их мнение может меняться и перестраиваться, даже, особенно суперпуперические инопланетяне могут ошибаться. А вот Вселенная видит картину далеко за пределами. Но это как и плюс, но не то, что минус, но также нужно понимать еще это в другом контексте, с другой стороны. Да, с одной стороны, только Вселенная способна увидеть картину в общем плане, но Вселенная видит ее только в общем плане, а не в частном. И это тоже важно. Я сейчас объясню, почему. Потому что такая же у меня опять же проблема была вследствие. Я думаю, ну если все известно, и все понятно, как говорит Вселенная, тогда чем мы тут муржимся, чем мы тут этим занимаемся? А оказывается, мои действия, мое мнение, мои поступки определяют то, что будет во Вселенной. И оказывается, мое решение это определяет то, что будет. Если я сейчас не решу, не сделаю, то в последующем не сложится событийная ветка, которая не породит глобальную вселенскую картину. И она еще меняется каждую секунду, она перестраивается и может меняться. И тут я поняла, что к большому счету для нас значение имеет всего два голоса. Это мой собственный голос, не с позиции того, что я знаю лучше, как мне. Это неправильная постановка, не с этой позиции, а с позиции того, что только я совершаю свой собственный выбор. Я делаю выбор, а Вселенная говорит, к чему он приводит. И вот вдвойне мы творим реальность вместе. Понимаете, наша человеческая простота заключается в том, что мы должны сделать выбор хотя бы. А люди настолько уходят от всего этого, что они перестают выбор делать. Они же все же известны, типа Вселенная уже все сделала, все сказано. Нет, выбор делайте вы, никто вас от этого не освобождал. А Вселенная уже на основании этого выбора строит свою картину. Соответственно, нужно понимать, что картина Вселенной всегда проистекает в общем. И у вас исчезнет много иллюзий и заблуждений и ошибок, если вы правильно поймете именно вот это вот учение, вот это вот знание. Потому что здесь легко запутаться. Вы когда начнете трактовать сны, общаться с инопланетянами, слышать существ каких-то, у вас возникнет каша полноценная. Потому что в описании многих категорий на ней могут говорить по-разному. Мало того, еще больше, я вам скажу. Они могут эмоционировать же тоже. Они же могут приписать и пририсовать там чего-нибудь. И никто им этого не запрещает. И вы тоже про это забываете, что у них есть своя позиция, с которой они смотрят на вещи. И вот это огромный минус телепатии. Вы все-таки, вот многие из вас выберут факультет телепатии как свое направление. Я очень хочу, чтобы вы, как будущие телепаты, избавились от этой болезни, которой страдают все ченнелингеры и телепаты. Прямолинейные оценки всего, что говорят, как в плюсе, так и в минусе. То есть эти инопланетяне зло. Почему? Потому что они говорят всякие гадости и делают всякие гадости. А вы уверены? Может быть, они выпендриваются тупо. Вот как серые, допустим. Я очень долго пыталась их понять, и то до сих пор я их до конца не могу понять, потому что они разговаривают таким образом, как будто они борзые какие-то. Вот они, я не знаю, у них разговор в стиле 90-х. Они постоянно реально разговаривают. Причем у них там две категории разговора. У них там есть личностный разговор. Почему я перешла на личностный разговор? Потому что когда они говорят официально, их вообще невозможно понять. Они такое ощущение, как будто прессуют и наезжают на тебя. Весь разговор это тотальной прессовкой наезд. И потом, когда переходишь на человеческое общение, как женщина с мужчиной, там вообще просто кардинально противоположно. Я первое время не могла понять, думаю, что происходит. Я говорю, ты же ко мне нормально относишься. Я говорю, ты же нормальный человек, в смысле индивид, личность. Я говорю, почему ты так общаешься? Он говорит, типа в стиле, а при чем тут мои личные мнения? Я имею, конечно, свое личное мнение. Честно говоря, я считаю так-то так-то. Это протокол, это работа. Я обязан, как и ты, работать. Я там какой-нибудь, я не знаю, мент или еще кто-то. У меня бы протокол и все обязательства. Я говорю, я не могу говорить с тобой иначе. То есть, понимаете, у них там общество, социум какой-то есть. В итоге, по большому счету, очень сложно понять, что же они реально имели в виду. Вот он разговаривает, я не понимаю, что ему надо. То есть, вот намерение, причем даже некоторые инопланетяне точно так же не могут понять нас. То есть, когда общаетесь с другими существами, это просто, это такая каша, что это может привести к агрессивным конфликтам. Вы лингвисты, которые будете сотрудничать с политиками, ну, конечно, для вас это красная черта должна быть. Там бывали такие ситуации, когда, вот особенно, по-моему, с плеядами, я никак не могу с ними научиться общаться. Я, конечно, не против них, я не к тому, что они там все плохие, есть там созидательные, не могу с ними общаться. Я вот что-нибудь пошучу, я скажу, а, типа, дурачки, вы, и так их по плечу, и у них такая там пять копеек. Что? Ты считаешь нас глупыми? Это агрессивная позиция ненависти и позрения к нашему виду. Ты унижаешь наш вид относительно своего. Да я говорю, да я пошутила. Я просто говорю, что вы не поняли. Я же вам сказала, нет, это было конкретное унижение. Значит, ты имела в виду, что мы мнение развиты, чем вы. Значит, ты считаешь, что ваша раса гораздо более развитая и умная, а вы, типа, примитивные, тупые. Я думаю, капец, я с вами не могу общаться. Я говорю, ребята, я же просто пошутила. Они такие, что это? Особенно арктурианцы вообще не понимают шуток. Нам тоже бывает, что ты пошутишь с ними, поржешь. Я говорю, ну да, типа, там, какой-то там, какой-то смешной шутки или в каких-то смешных словах, там, ха-ха, типа, говоришь. У них тоже опять пять рублей. Что случилось? Тебе плохо? У тебя какие-то проблемы? Я говорю, с чего взяли? Я же просто пошутила. Нет, ты сказала, что тебе плохо. Я говорю, нет, это была шутка. Я не сказала, что мне плохо. Но ты так сказала, как будто тебе плохо. Это, короче, капец. Понимаете, ребят, очень разная культура, очень разное понимание. И, конечно же, вот мы сейчас подойдем ко второму шагу. Все переводчики и лингвисты сталкиваются с этой проблемой того, что подача фраз и так далее отличается очень сильно. Как же вам лучше-то объяснить-то даже такой момент. Мысль потеряла, сейчас я перестроюсь. Так, значит, это я вам сказала. Да. Подача общения телепатического, оно происходит всегда, проистекая из своего мнения, своего восприятия. И это очень сложно понять реальную грань того, что действительно имели в виду. И настоящие лингвистики, я все-таки вас учу, вот что мысль хотела сказать. Я все-таки вас учу, и я надеюсь, что наши выпускники, поколение лингвистики Школы Белого Лотоса будут нормальными. И они будут учиться в переводах, понимать реально смысл того, что имели в виду, а не слова или трактовки каких-то словесных оборотов. По той самой причине, что вот почему телепатия, вот такое слышание голоса, я даже ее очень сильно боюсь, потому что ей очень легко исковеркать. Если вам на уши говорить какую-то речь, прекрасную или ужасную, вы ровно так воспримете, как вам сказать, а может кто-то вами манипулирует, а может они врут, откуда вы знаете. Вам для этого нужно понимать тех существ, которые с вами общаются, нужно для этого знать их культуру, надо их особенности знать, надо их изучить. Я вот, допустим, для того, чтобы понять серых, мне, допустим, по большому счету нужно получить от них какие-то коды. При этом я не знала, они реально силы их удерживают, или может быть с ними можно договориться, откуда мне знать. Но как бы матрица говорит так, что серые и все злые, они блокируют коды, окей. Потом с ними начинаешь общаться по-человечески, они такие добрые, милые, няшные, такие приятненькие вообще все. Мужчины замечательные, обходительные джентльмены. Я думаю, капец, но если они такие приятные, может у них просто попросить эти коды или что-то. И начинаешь выяснять, там очень сложная система, что у них личная жизнь отдельно, это отдельно. И вот пока это все выясняешь, ты наконец можешь понять, каковы их реальные намерения, и как ты можешь реально к ним обратиться, и как ты реально с ними можешь договариваться. И уже пройдя несколько лет даже общения с ними, я уже более-менее научилась с ними общаться. Я уже с некоторыми серыми по-свойски так общаюсь. Они удивляются, даже на их языке, некоторые языки выучила их. Я на их языке общаюсь, особенно на языке живущих серых. Я научилась говорить, потому что по их культуре у них там как-то положено. Практически все серые говорят на вот этом языке, он у них какой-то основополагающий. Когда говоришь с ними на их языке, еще входишь там в какой-то паритет доверия, они там все офигевают в стиле, насколько я культуру их знаю, и как с ними надо разговаривать. То есть лингвист, ребята, это все-таки, наверное, человек, в первую очередь изучающий еще глубоко культуру тех существ, форму жизни, с которым он общается. Поэтому если будете выбирать факультет телепатии, я все-таки вас попрошу, вернее, не попрошу, я вам сделаю уклон, и советую настоятельно изучать глубоко культуру существ, что они, как они живут, прежде чем сопоставлять свое мнение и стараться их понять. Не поймете вы их иначе. Поэтому первый момент наблюдения, наблюдайте за их словами, действиями, поступками, насколько это сходится, насколько они врут, насколько не врут. Вот по наблюдению, по серым могу сказать, вот изворотливые ребята, капец, вот от них что-то получить крайне сложно, и зажать их крайне сложно. Они вот так вот там все извернутся из-под выверта. И вот у них и в разговоре, и везде все. Понимаете, тоже хочу сказать, с плеядами я, правда, не наладила контакт, у них там немножко это по-другому, он тоже присутствует. Тоже, вот понимаете, вот чтобы получить какую-то информацию, чтобы сделать корректный перевод, надо вот научиться точно так же с ними лаврировать, манировать, чуть не в танце там разговоры ведется, танц, танцуешь. То есть с ними самое лучшее введение переговоров – это светские беседы. Светские беседы, светские рауты, выезды там в какие-то учреждения для развлечений. Вот переговоры, как у нас вот крупные компании проводят, некоторые богатые бизнесмены, там в кафе, ресторанах, там в караоке. Вот это они у серых взяли, потому что с ними только так можно разговаривать. Я поняла, в режиме протокола там пришли, встретились, это не их вариант. Хотя арктурианцы очень любят такой вариант, вот в режиме протокола общаться. Они там больше раскрываются и проявляются. То есть это вот надо, ребята, через наблюдение стараться понять, через наблюдение стараться к этому подойти. Соответственно, есть большая разница между общением с существами и со Вселенной. Вселенная, конечно, вам даст совершенно другое описание. Она иногда может даже говорить противоречащие вещи от того, что вы слышали и вам сказали. Но вы должны учитывать, что Вселенная — это в общем вид картину. Соответственно, конечно, она может противоречить, потому что те ребята, которые с вами говорят, они могут передумать, они могут врать, вы можете их не понимать, они могли иметь в виду совершенно другое, а что будет по факту, говорят Вселенная. Поэтому если вы выбираете учиться слышать язык Вселенной, как не то, что телепатия, а как, скажем, слово из головы вылетело, интуиция, развитие интуиции, больше как-то предвидеть какие-то моменты общения с вами голоса Вселенной, то это один момент. Если вы будете учиться телепатии, разговоры с существами, с формами жизнями, с магическими существами, с растительным миром волшебным, с животными вы хотите научиться говорить, то это совершенно другой вопрос. То есть здесь лингвистику мы разделим на две категории, две направляющие, и они очень сильно отличаются, потому что в первой категории Вселенной нужно научиться слышать наедине с собой, при общении со Вселенной есть лишь только ваш выбор и то, что видно сверху. Вы всегда будете на расстоянии птичьего полета, но никогда не будете участвовать полноценно в ситуации. А вот для того, чтобы общаться с магическими существами и существами других миров, вам нужно научиться понимать их, их культуру, их мир и учиться. Потому что я вот, еще раз повторюсь, общаюсь тоже с инопланетянами, и с серыми, кстати, во многом пытаюсь договориться даже на каких-то положительных условиях, с темными асгардами тоже, с темными орионцами. Мне, получается, когда я с темными орионцами, мне было очень тяжело, честно говоря, нужно было договориться с ними, чтобы они себя корректно проявляли, потому что я бы не была уверена, что их намерения настолько деструктивны, потому что я понимала, что они какие-то свои цели преследуют. Можно же просто, чтобы они не мешали, у них нет такого фанатичного, как у арктурианцев. Мне было крайне тяжело с ними вступать в переговоры, потому что у них очень жесткие правила общения, они совершенно отличаются от той природы общения, к которой я привыкла. Для нас это тяжело даже, я бы сказала, жестоко, там даже где-то местами. Но для того, чтобы вступить с ними в общение, мне приходилось изучать их культуру, их поведение, их языки, их историю. В дальнейшем я просила у них подписать обучение, даже этикету общения. Я их просила, чтобы они этикету обучали, потому что, как выяснилось, мое общение, вот как я с вами сейчас общаюсь, в принципе, я прилично с вами общаюсь, весело, приятненько даже, очень хорошо. Но для них подобное общение неприемлемо вообще в корне. Неприемлемо смеяться, неприемлемо аллегорические примеры приводить, неприемлемо говорить о том, что ты не являешься своим намерением. То есть, если ты там пошутил, предполагаешь и рассказываешь какие-то случаи, это не то, что это лишнее, это не лишнее, это сразу сподвигает их к действиям. То есть, ты это или имел в виду, или это? И то есть, там много таких категорий, что ты должен прямо в жестких рамках, мне приходилось себя сжимать, и чуть ли не там непостоянно, мне чуть-чуть что слово не это, по лицу сразу, не то слово по лицу, я такая стою ровно, только правильно сказать, нужно правильно изъясниться, как же я имела в виду. То есть, это было крайне тяжело, это капец. Но я до сих пор стараюсь с ними там как-то поговорить, но я знаю, что у нас обоих намерения благие, они как-то ко мне смотрят на меня, видимо, ждут, что я чего-то рожу наконец, вот, а я пытаюсь как-то им сказать, что мы им не враги, и чтобы они с нами не воевали, и так далее. То есть, ребята, лингвисты способны решить много конфликтов, и лингвисты, переводчики, это в первую очередь парламентеры, это послы, и они с космоправщиками должны дружить вместе, и это в первую очередь люди, которые могут разрулить множество ситуаций за счет корректного, правильного разговора, когда там в нужной обстановке, в нужном подходе, все это происходит так, как нужно. Поэтому, ребята, это очень интересная глубокая тематика. Значит, это первое, что вы должны понять насчет Вселенной. Но если ваше желание является услышать голос именно Вселенной, то вы должны понять второе золотое правило, каким образом Вселенная с вами общается, для того, чтобы у вас отвалилось множество ложных и ненужных совершенно иллюзий и ошибок, которые могут возникнуть в ее понимании, которые очень многие, кстати, возникают у трактовщиков снов на время сновидений, у тех, кто на картах гадает ору, трактовку образов, то же самое. Первое, Вселенная общается всегда исключительно с нами, индивидуально с каждым, пользуясь образами и понятиями, которые вам лично понятны. То есть не применяется, не используются общественные понятия, общематричные, общесистемные, а вот ваши личные понятия. И вот это очень многие не знают. Казалось бы, вроде просто, а очень многие этого не знают, вследствие чего я всегда вам говорила, ребята, трактовкой снов в идеале по-хорошему не может заниматься никто, кроме вас. Ваши сны трактовать можете только вы. Знаки Вселенной ваши можете трактовать только вы, никто иначе, потому что Вселенная пользуется уникальным языком, который понимаете только вы, который понятен только вам. И она на вашем языке изъяснений говорит, как я вам уже рассказывала, настолько у нас индивидуальный, разный подход в понимании одних и тех же вещей и предметов, и казалось бы, даже похожие люди, и все равно мы по-разному понимаем. Скажи, ты стул, и каждый из нас разное представит под этим словом. И скажи, ты пол, и под этим представит каждый из нас разные вообще слова. Там, ковер, опять же. И даже более того, если скажу слово ковер, я более чем уверена, что каждый из вас сейчас ассоциативно представит совершенно разные ковры. Понимаете? А вот теперь представьте, существа, которые реально видят то, что вы представляете, они увидят разные предметы. Потому что я представляю вот мой прекрасный, полушелковистый, беленький овальный ковер с розовенькими узорчиками. Вот, а кто, а что вы вот представили? Понимаете? Вот это они все увидят. Они увидят разные предметы, и они, вы сказали слово ковер, вы сейчас все подумайте, они все увидят разные слова. И они скажут, в чем вопрос, вы о чем говорите? И вот как тут понять друг друга? И тут вы говорите после этого, что можно там трактовать, что там она, скажите нам, что значит эти сны, что означает, ну не скажу им никогда, потому что это неправильно будет, вранье это все будет. Я вот когда язык снов писала лекцию, и я там протестила, проверяла на Бали, короче, те механизмы, которые я для трактовки, не лекции, а для трактовки информации с снов применяла. Я когда начала трактовать информацию со снов, вот строго вот по этой механике, я раньше как-то это неосознанно делала, а теперь там как уравнение, я его вывела, вы по нему все будете работать. Я такая раз-раз-раз, три этапа соблюла, и я думаю, какой интересный перевод. Начинаю переводить, я понимаю, что ну в жизни никто бы не смог так перевести эту информацию, никто никогда, потому что вот эти ассоциации просто бешеные, которые у меня вызывают там различные слова, они вызваны моим детством, моими какими-то эмоциями, моим каким-то внутренним миром, моими наработками, никто повторить никогда не сможет. Это как отпечатки пальцев, они неповторимы. Поэтому, ребята, никто не может трактовать ваше видение, ваши знаки, ваши сны, кроме вас. Соответственно, при общении с инопланетянами, с другими существами, мы учитываем тот фактор, что у всех есть индивидуальное понимание, и инопланетяне, кстати, знают это, они общаются с каждым человеком отдельно. Для них каждый человек это отдельная личность, отдельная вселенная, у них нет такого, что вы все люди, как у нас бывает, вы все американцы, вы все русские, как у нас любят обычно. Или, грубо говоря, вы все серые там, все серые инопланетяне, мы как-то с вами обобщаем. У них такого нету. У них вот, может, реально амплитуда разнится с одним человеком от ненависти к всего человеческим качествам, а с другим человеком суперлюбовь и нежность. То есть, меня сначала, на самом деле, поразило даже такое, я офигела. Я думаю, как такое вообще может быть в плане того, что там некоторые агрессивно настроены к человечеству, там пытаются уничтожить человечество и пролетов с кем-то дружат, мутки мутят. Я говорю, что у вас за странная, я говорю, попытка уничтожить человечество? Они говорят, а при чем тут это? Понимаете? А есть личностные взаимоотношения, личностные интересы, есть личностные взаимоотношения, он может просто быть простым клерком, лично там не уничтожающим человечество, там и так далее, понимаете? То есть, это настолько многогранно, и вот у них есть разница. И у нас с вами, вот этого должны из-за урока выучить, должна быть уже разница. При общении с инопланетными существами мы реально учитываем индивидуальность, как каждый индивидуум отдельный космос. Там вот общие какие-то мерки можно применить, но все же. И при общении со Вселенной, конечно, вы с ней общаетесь наедине, исключительно трактуйте только все сами. И второе правило, общение со Вселенной, через которое она с вами говорит. Каким образом Вселенная с вами говорит? Да очень просто. Она просто вам напросто подчеркивает, слово повторила давно, много раз, ничего страшного, она вам подчеркивает все то, на что хочет обратить ваше внимание. Скажем, она хочет сказать мост, вы идете, вам подсвечивается мост. Она хочет вам сказать дверь, вы идете, подсвечивается дверь. Конечно, не настолько прямолинейно, оно ассоциативно делается, но язык ассоциаций, мы с вами будем в следующих лекциях изучать, что ассоциативно, но общий смысл вы должны понять, что Вселенная с вами говорит, просто через подчеркивание, никак иначе. Не надо искать, вот что отдельный голос, как это происходит, что это телепатически, что это отдельным голосом, как-то нет, просто подчеркиваю, все, на что вас бросило внимание, то и подчеркнулось. Вот идете вы по улице, раз птица прилетела, у вас прям как, не знаю, как вот высветлилось это, как будто вас вот в это событие ткнуло пальцем. Вот он знак, пожалуйста. Я помню, мы как-то объясняли тоже своему другу, я с другом-то шла на улице, мы увидели воронок, когда прилетел, мы четко поняли, что это знак Вселенной, мы растрактовали, а второй у нас товарищ с нами шел, говорит, я не понимаю, с чего вы взяли, что это знак? Он говорит, тут куча птиц летает, вот одна, вторая, третья ворона пролетела, пятая там их полно, говорит, здесь же вокруг куча птиц, это же улица в конце концов. Мы говорим, да дело не в том, что их куча, а дело в том, что вот эта ворона зацепила наш взгляд и как она прямо на себе подчеркнула внимание, все, вот он знак. Многие люди думают, ой, ой, подчеркнула внимание, но мне показалось, наверное, здесь куча птиц, здесь куча всего, наверное, мне показалось, ребят, ну, по сути, это есть язык общения, если она так и общается, если бы вам показалось, вы бы не обратили на это внимание, вы не обращаете внимание на то, что не важно, другое дело, вы не смогли трактовать это корректным образом, то есть проблема в трактовке, не связывайте эту проблему с непониманием, с путаницей, если вы не можете растрактовать правильно то, что вы увидите, это вопрос номер два, но то, что вы это увидели и ваше внимание то зацепила вам явно что-то сказал вам явно что-то сказала вселенная и она явно с вами разговаривала в этот момент поэтому ребята первую очередь вы должны понять что подобные подчеркивание это не вам показалось не просто так сложилось реально идет разговор второй момент вы должны понять что даже если вы поняли первый момент не факт что вы поймете о чем шел второй момент о чем шел второй разговор вернее разговор вы можете понять что это был знак но какой знак вы можете не понимать и вы должны осознавать что непонимание что за знак вы видите не меняет тот факт что это был реально знак и что реально вселенной с вами общался потому что к сожалению из-за этого очень многие отрицают и начинают отбрасывать что нет этого не было мне показалось это было ты не понял но это было вот дальше момент номер два как это растрактовать на самом деле многие переживают что момент уже прошел но к нему можно вернуться можно вернуться к этому ощущение и покуда вы помните это ощущение покуда она у вас есть вы можете его растрактовать перевести всегда вернуться к нему и всегда возвратиться к тому самому мужчине запомните вещей предметов вокруг может полно быть но именно те которые цепляют ваше внимание это разговор со вселенной так она с вами и говорит через ваше сердце, оно вам просто подчеркивает. Вот эти два момента, как происходит общение Вселенной, через подчеркивание и через индивидуальное понимание. То есть через индивидуальное общение, тет-а-тет, Вселенная говорит с вами только на вашем языке, и она вам подчеркивает то, что вы понимаете, и то, что вы видите. Но подробнее, как это происходит, как понимаете, как видите, Конечно, мы с вами будем в последующих лекциях говорить, потому что целая пачка лекций у нас предстоит, где вам отдельно каждый спектр и понимание этого видения будут делать. Но вам основные вот эти понятия нужно осознать, которые я вам сказала, для того, чтобы в дальнейшем их применять и не впадать в ошибочное восприятие. Потому что вот первый момент насчет цельности. Вселенная видит все в целом. Чтобы вы не путались в телепатии, иначе запутаетесь вообще там все уже, будете в завязках, перевязках, что, кто сказал, что, зачем. Многие бросают и забивают на это. Очень многие, кстати, ребят, реально забивают, когда один говорит это, другой то, третий, третий, четвертый. Просто не понимают, запутываются и уходят в себя. Многие забрасывают лингвистику. Я надеюсь, что вы не забросите лингвистику поэтому. И я очень надеюсь, что вы будете стараться разбираться и стараться как-то решить этот вопрос. Я буду вас учить всячески, помогать вам, но не будьте здесь ленивцами. Здесь как раз отваливаются на этой стадии скорее те, кому это не по-настоящему нужно. На стадии лени разбираться, это уже, скорее всего, вам не до конца лингвистика нужна. Ну и второй момент, то, что она общается индивидуально, я уже сказала, и то, что через подчеркнули, чтобы вы обращали внимание, никогда не пользуясь чужой трактовкой. И всегда обращали внимание на все такие знаки и никогда их не отрицали, не отбрасывали. Это второй момент. По общей части основное все, что вам стоит запомнить, это основные законы лингвистики у нас основополагающие. Это первое, умение слышать и слушать, видеть что-то кроме себя, окружающий мир. Это первый закон, который вы должны постигнуть и научиться ему. Второй закон, для общения со Вселенной мир нужно видеть в общем, научиться видеть его как общую картину, а не как частную, ваше мнение каких-то существ или еще кого-то. Умейте выходить за пределы себя, существ, за эти рамки. И третье, вы должны понимать, что Вселенная общается с вами через акцент вашего внимания, через подчеркивание вашего внимания. Соответственно, к первому закону умения видеть и слышать у нас все работа с эмоциями подходит. Это умение гармонизировать, ставить эмоции на свои места. И ко вторым законам уже у нас подходит наше дальнейшее обучение, которое я буду более подробно объяснять. Так что, ребята, на сегодня у нас все. Домашнее задание к вам на неделю достаточно большое. Значит, вы в медитациях первое, что должны сделать, это учиться видеть и слышать по тому механизму, который я вам в начале лекции сказала. Вы потом переслушайте, я сейчас повторять не буду. Второй момент. Поставить эмоции на свои места, чтобы у вас эмоции были расставлены. На эмоции, прошу обратить внимание, гораздо большее и более жирное такое, потому что не сможете применить практики просто-напросто. Если вы с эмоциями хотя бы базы с ней отработаете, у вас ничего не получится, в дальнейшей все практики, все на них базируются, причем очень серьезно. Не дай бог, у вас какие-то проблемы с эмоциями, не дай бог, вы их не можете уравновесить, понять в правильном контексте, то есть понять. Вы не можете осознать, что вы там реально испытывали, что вы чувствовали. У вас пойдет бред шизофреника в голове вместо реальных фраз, реального понимания. Там вот трезво мысли, умение трезво осознавать, что вам говорят, кто вам с вами говорит, как с вами говорят, зависит от того, насколько вы умеете понимать эмоции. Соответственно, конечно, в лингвистику, как больше, идут люди, которые более эмоционально развиты, и у них лучше это получается, потому что это знание океанов, мудрость морей дает знание, умение управлять эмоциями. И, конечно, эмоционалам будет проще, если они разбираются в эмоциях. Если, конечно, не разбираются, то это большая работа для вас. Но сразу могу сказать, не хочу, чтобы вы ввергались в какую-то шизофрению голосов, хотя многие делают так, и, к сожалению, на моих мероприятиях, в том числе люди такие, там, вот, я слышал голос, мне сказали, и начинают уже бредятельности, а потом выясняется, что этот голос наговорил такой хорени, и я думаю, Господи Иисусе, этот человек учится у меня, понимаете? А потом, нет, голос сказал. А там кто голос? Там выше, там, Сириус третьего уровня. Поймите, это выше Сириус третьего уровня, может ничего тоже не знать, он может ошибаться и заблуждаться. И я на своей практике столкнулась с тем, что вообще все заблуждаются и все ошибаются. И все могут заблуждаться и ошибаться. Реально это происходит настолько удивительно, что даже существа, казалось бы, интеллектуально во много крат тебя развиты, и то иногда спотыкаются об такую лажу, которая, казалось бы, и так понятна. И я с этого, с самого начала и так все было ясно. Я думаю, ну ладно, наверное, он знает, не буду ли я говорить такому там супер-пупериповому существу, что такое бред, он ошибся. А он взял, подумал, облажался, говорит, а что ты не сказала сразу? Я говорю, да блин, мне казалось это понятно. Понимаете, ребят, поэтому вы должны учиться понимать, вы должны учиться слушать, видеть, а не слышать голос и трансляцию, потому чтобы из вас вот эти дурачки потом не вышли. Ченнелингеры, к сожалению, это проблема сегодняшних дней, все эти ченнеллингеры начинают все это нести. И не всегда бред, иногда ими манипулируют просто, иногда их тупо используют. И когда ты понимаешь, что то, что они говорят, это разрушительно по факту. Они вот сказали, это действие приведет к разрушению. И вы всегда задавайтесь таким вопросом простым. Вот мне сказали то-то, то-то. Это к чему по факту приведет? Вот если я это сделаю или скажу другому человеку, это улучшит его жизнь или разрушит? И вот вам правда. Вот моя предыдущая лекция, которую я в видео выкладывала на Ютубе. Вот вам и правда. Оказывается, если это разрушит человека, то поверьте мне, те существа, которые вам это сказали, не имели никакого другого намерения, кроме как совершить гадость через ваши руки. Не имели они никакого другого намерения. Потому что если имели, вы бы эти никого не разрушили, не обидели, ничего не сказали. Поэтому будьте внимательны не к тому, что фильтруйте базар, который вы слышите, не к этому, а к тому, чтобы вы учились видеть, учились понимать, учились истинному прорицательству, учились вселенной, учились ее слышать и видеть. Все-таки это духовный путь. Я хочу, чтобы вы к духовности немножко придавались, потому что только это облегчит вашу жизнь. Ни эти супернавыки и знания, ваш путь, ваша глубина, познание себя, раскрытие, вот это вас делает более счастливыми, более открытыми. Так что это путь к просветлению лингвисты, наши будущие просветленные прорицатели и мистики. Вот, основное все по лекции, ребята. И давайте вопросы. Немножко времени для вопросов. И мы с вами будем на сегодня заканчивать. Задавайте вопросы в чате. Я буду читать и отвечать. Подушечка. Но сегодня, конечно, у нас много смеха, потому что на самом деле мы нять не были сегодня. Очень я люблю говорить. Многие инопланетяне юмор тоже поднимают, они смеются. Бывают шутки, очень хорошо воспринимают. Не все, конечно, виды, но в общем-то. Юмор у всех разный, кстати, бывает иногда. То, что нам кажется смешно, другим не смешно. Так, ну технические вопросы. Записи лекции у нас будет в кабинете. После того, как обработается запись. Ну, я не знаю, наверное, часа через 3-4 она будет выложена. Ну, максимум завтрак утру. Вот, но эту лекцию, наверное, возможно, я в общий доступ даже в Ютубе выложу, потому что она общего характера. Частные лекции не буду выкладывать. Так, чтобы народ знал, о чем пойдет речь в нашей лингвистике с вами, в нашем обучении. Так. А, да, домашнее задание. Забыла, опять же, напомнить. Потому что каждый раз Марина напомнила. Домашнее задание, ребят, описательно... Да, желательно пишите под сегодняшним уроком. Домашнее задание к каждому уроку пишите под самим уроком в кабинете личном в комментариях. Там, может, кто-то повторит домашнее задание, напишет в комментариях. И вы под уроком пишите. Ребят, желательно писать домашку, потому что по вашим домашним заданиям я увижу, что вы не поняли, где у вас непонятно. Некоторым я отвечу на вопросы, подскажу что-то, а некоторым я, если общие какие-то заблуждения, возьму на заметку и последнюю лекцию буду читать как раз-таки по тем моментам, которые вам не ясны и непонятны. Поэтому желательно описывать домашку не с точки зрения готовых результатов, а с точки зрения, как у вас шел процесс, получается у вас или нет, что у вас там складывалось. Мне очень важно знать, как у вас идет работа, чтобы я могла сориентироваться и как-то вам помочь, подсказать где-то что-то сказать. Если вы писать не будете, соответственно, у меня не будет возможности с вами вместе работать. Поэтому предоставьте мне такую возможность. Все-таки это дело не в проверке. Я не то, что проверять там буду, как вы сделали. Я просто буду видеть, насколько вы справляетесь, насколько вам понятен материал. Может, какие-то заблуждения вы не можете вопрос сформировать сами, сказать правильно, задать его, или сами не понимаете даже, что где-то заблуждаетесь. А я вот вижу, что вот здесь не так, здесь надо по-другому. Я вам буду это разъяснять на последней лекции. Поэтому просьба, ребята, описывайте свое домашнее задание, рассказывайте как, что, делитесь. Потом друг другу комментарии пишите, обсуждайте. Интересно. Это будет расширять познание, расширять рамки восприятия. Ну и, конечно, ребята, кто все-таки стремится быть учителями, учителями школы Белого Лотоса, для вас обязательно писать домашнее задание, потому что я буду на вас смотреть, проверять вас. Те, кто хочет поближе к школе быть, чтобы я вас лучше узнавала, потому что мы вас упоминаем, пометочки там ставим за вашу домашку. Даже если вы ее не делаете, тоже пометочки ставим. Поэтому, конечно, это обязательно условие для тех, кто желает. Потому что если человек нигде не писал домашку, ни разу не появлялся, а потом он резко появляется, конечно, у нас подозрение сразу. Непонятный человек, который пугается себя показывать, а в большом счете чего бояться, вы же просто, наоборот, себе сами помогаете. Поэтому, ребята, общайтесь, выкладывайте домашку. Как у вас получилось? Что вы узнали? Что вы открыли в медитации? Все рассказывайте. Я буду, если что, некоторым даже отвечать, подсказывать. Если повторяется сон или событие, Вселенная говорит со мной таким образом. Скорее всего, да, информация вам передается несколько раз. Она подчеркивается. Но вот трактовки снов у нас отдельная лекция сновидцев. Будем про сновидение с вами разговаривать. В отдельные лекции у нас там отдельные существа будут приходить на лекции, присутствовать. Домашнее задание не мне отправлять, конечно. Писать для всех, чтобы все могли увидеть, участвовать и общаться. Лично мне не нужно присылать, ребята, домашнее задание. Нужно для нашего всеобщего ознакомления, чтобы вы вместе все учились. Поэтому не нужно никаких стеснений. Очень прошу без этого всего. Не обязательно в домашке описывать свои подробности. Если вы чего-то там стесняетесь, напишите в общем плане, в приличном аспекте. Но осознание озарения – это не тот момент, который стоит стесняться. В комментариях под сегодняшним уроком внизу. Где будет написано домашка, там позже напишут. Сколько эмоций прорабатывать? Все, которые вам мешают на пути, скажем, в данном контексте развитию видения и слышания. То есть мы прорабатываем первый вопрос. Почему я не вижу и не слышу Вселенную? Я хочу научиться видеть и слышать Вселенную. Каждый из вас берет категорию, которую он желает, телепатия, допустим, сновидение, понимание снов, знак описания. И задайте вопрос, почему я там не владею телепатией и так далее. И разбирайте все эмоции, связанные с этим. Чтобы подойти к следующему занятию, когда мы с вами будем изучать телепатию или язык снов, у вас уже были проработаны все моменты по этому вопросу. И вы могли уже практики применять. То есть вот конкретно по тому вопросу, который вы собираетесь прорабатывать. Ненависть к тому, что я ничего не понимаю. Ну, скорее всего, это не ненависть к тому, что вы не понимаете. И это абсолютно глупо. По той самой причине вы потому и учитесь. Потому что вы не понимаете. Здесь никого понимающего нет. Вы одно осознаете. Другое дело, каких-то моментов вам не хватает, может, информации, подковки, допустим, меньше объема слушали. Или восприятие пока еще ваше не поворачивается. Потому что речь у меня очень простая. На самом деле ничего сложного я не говорю. Но момент восприятия, отличие от старичков, от новичков, заключается в том, что у старичков уже восприятие открыто. Многие мои слова, они слышат. А вы эти слова не слышите просто. Я говорю, а вы просто их не слышите. У вас в упор не слышите. А почему? Потому что у вас внутри куча программ, установок, которые вам внушают то и это неправда, то и неправда, верь в это, в то и верь. Их настолько много, что вы местами просто выключаетесь и включаетесь, выключаетесь и включаетесь. И для того, чтобы их снять, конечно, нужно время, конечно, нужно больше лекций, занятий, работы над собой, но эта проблема не в том, что вы не понимаете, опять же, разберитесь свои эмоции, ненависть к чему-то другому идет, возможно, ну вот база, примерно я скажу, конечно, не факт, что это так, но примерно, возможно, ненависть идет к тем самым программам, которые вам мешают меня слышать. Вы, допустим, очень хотите, вы искренне желаете услышать, вы с интересом пришли, а вам не дают и не дают, закрывают, тут закрывают, тут мозг вырубили, тут на 2 секунды просто вылетели, тут просто вам вместо, я вот сказала четко слова, вам раз и перевернули в башке, и вы другое услышали. И в итоге получается полный бред, и вы типа меня не поняли, хотя, ну, вообще простейшего языка, да уж не прочь, и вы злитесь на это все, может, вы презираете, там, и злость у вас найти энергии, а в итоге если копнуть, может, злость на самого себя, что вы с ними не боретесь, позволяете им это с собой делать, вместо того, чтобы просто им запретить, как бы закрыть это, и у вас слышание откроется. То есть, возможно, так, надо разобраться, откуда эта ненависть идет, она не к этому может идти, и вообще, может, это даже не ненависть, а ваше невыраженное желание, может, у вас такое огромное желание меня услышать, а у вас не получается, не получается, и она ударяется об эти дебильные программы, и вы это оттрактуете как ненависть, а это, возможно, вообще не ненависть на самом деле. Это просто ваше огромное желание услышать и научиться чему-то. Поэтому для этого можно переслушивать мои лекции, почаще участвовать в моих работах. Я в своих работах разбиваю вот эти иллюзии, в магических работах периодически зачищаю. Потом прослушиваю лекцию много раз, вы начинаете по-разному слышать реально мои слова. Вы, вот многие люди мне говорят, каждый раз, когда прослушиваешь по 100 раз мои лекции, они наконец-то осознают, что я реально всё сказала. Я всё объяснила настолько подробно, настолько просто, настолько это понятно, что, где они были все 100 раз лекций назад? А они были в своих программах. Всё очень просто. На сегодняшний день, к сожалению, программы у нас прописывают, что эзотерика – это бред, всего этого не существует, всё, что мы говорим с вами – это бред, это настолько насажено, что ты хоть кричи на весь мир, тебя просто не слышат в убор. Это как раз к умению слышать и видеть. Это тоже практика как раз к нашему занятию. Она уместна в тему. Ну, я смотрю, в принципе, вопросов уже нету. Вопросов мы не имеем, да? То есть, ребята, будем с вами заканчивать нашу сегодняшнюю лекцию. Вот эта музыка, которая, кстати, была перед лекцией, это ваш гимн на будущее. Гимн у каждой факультета есть. И у каждого факультета есть своя музыка, музыкальное сопровождение, которое у вас прорабатывает. Я заряжаю музыку, любую музыку, я звуку заряжаю, чтобы это прорабатывало вас на глубинном психологическом уровне. Поэтому имейте в виду, будет хорошо, если вы пораньше будете заходить в кабинет. Я вас буду музыкой прокачивать и прорабатывать. Почему мы Вселенную можем услышать абсолютно через всё, людей, животных, растений? Нужно наблюдать за всем этим, чтобы стать к ней ближе. И можно потом видеть всё это, как будто книгу читать. В самом Вселенной, да, Вселенная общается с нами через всё. Если вопрос в этом был, конечно, там нет ограничений. Но есть разница, вы слышите Вселенную через человека или вы слышите человека, Вселенную внутри человека. То есть вы можете увидеть через него то, что говорит лично с вами, а можете увидеть только его, конкретно его восприятие. Кстати, в этом путаются очень многие маги. В этом столько магов, хочу сказать, полигло. По той самой причине они реально путают то, что они через человека увидели, с ними общается Вселенная, и реальное намерение человека. Кстати, вот из-за этого конфликт как раз вот со мной произошёл, у этих чёрных колдунов. Потому что Вселенная может через меня им что-то говорит, но это по сути они с собой говорят. То есть это их язык, их общение, но через меня. И они думают, что я им это говорю. А я вообще ни этого не говорила. Это я здесь даже ни при чём. У меня вообще совершенно другое, у меня совершенно другая линия, другая ветка. И очень часто так при трактовке, особенно при работе с клиентами, маги путаются, она начинает говорить, вот ты такой-то, такой-то, ты секой-то, такой-то. Нет, он не такой, он не секой. Просто Вселенная что-то вам сказала, про вас конкретно, что-то вам лично. А с этим человеком это ничего общего не имеет. И тут путаница, в трактовке очень большая путаница. Ребята, переводчики, это реально специалисты глубокого характера, профессионального уровня. Музыку для медитации можете выбрать любую, конечно. Ну вот наш гимн, музыку я вам, конечно, включу. Много Вселенских музык в последующем я вам здесь подберу. Поздравляю вас с началом нашего обучения. Общайтесь вместе в чате. Пишите домашнее задание. Я оставлю время здесь пообщаться. Пожалуйста, обсудите какие-то вопросы. Если у вас здесь есть, ещё сдадите друг другу. Ребята, просьба, чтобы вы...